Показание ранее данное на судебное заседание по уголовному делу по обвинению меня в совершенном преступлении, то есть в умышленном причине легкого вреда здоровья существа КАЭС подтверждаю, не возражая против их оглашения вину в совершении указанного любого преступления не признаю на основании части 4 статьи 213, но пока прошу установить указанное правом делу в ее существовании. Точняющий вопрос. Показания он вообще желает давать или не желает? Ну, он не желает давать. Собственно наручные написаны? Да. Собственно наручные написаны. Достаточно тех показаний, которые он ранее дал, он согласен на их оглашение. Вот я не вижу, что тут нет. Может быть, еще хочется дать показания? Нет. Нет? Кстати, это первое неизвестно. Да, ваше честно. Он же снялся на место. Обсуждайте заявные ходатайства. Прошу, пожалуйста, ваше мнение. Я возражаю. Вы возражаете против удовлетворения ходатайства? Да. Почему? Потому что, когда совершил поступление, он должен отвечать за свои поступки. Должен находиться на заседании. Вы считаете, что должен находиться? И он показания давал только исключительно 51 статья Конституции. Поэтому, да, он должен отвечать. Представите? Ваше честь. Но я также категорически возражаю против усмотрения дела в отсутствии подсудимого, поскольку в данном случае, во-первых, необходимо удостовериться в личности Пивоварову, в данных его личности, а его место жизни, а его место работы. Эти данные неизвестны в настоящий момент. А эти обстоятельства, они все-таки данные в личности, они подлежат также установлению уголовного дела. То есть это обязательные обстоятельства. Кроме того, ваше честь, естественно, чтобы соблюсти право потерпевшей стороны на то, чтобы задать вопросы подсудимому, я также считаю, что необходимо его присутствие, чтобы мы могли задать ему вопросы. И, может быть, он пожелал бы на них ответить, и это бы имело бы существенное значение для рассмотрения дела. Кроме того, и сам подсудимый может пожелать дать показания и тоже сообщить какие-то обстоятельства суду, которые имеют также значение для уголовного дела. Плюс мы здесь будем разбирать доказательства различий. У него могут возникнуть также свои стороны какие-то ходатайства, вопросы, когда прошиваем свидетелем, по экспертизам какие-то, может быть, замечания. Поэтому все-таки, чтобы соблюсти права всех участников процесса и полную удостоверить данные о личности подсудимого, я считаю, что необходимо уголовное дело рассматривать исключительно в его присутствии. Вопросы защитнику. Ничего в ходатайстве не указано о том, желает ли он давать показания или не желает, и пока на этот вопрос ответьте. Ваш участник же его? Да. Когда он написал это ходатайство и говорил о том, что вину не признает и согласен на оглашение ранее данных показаний, он тем самым выразил свое нежелание более давать показания и участвовал в судебном заседании. Если суд считает необходимым дополнительное исчерпнительное ходатайство приобщить о том, что он не желает давать показания, то стороне защиты на это надо дополнительное время, и мы можем дополнить еще одним ходатайством его нежелание давать показания. При этом я бы хотел сказать, что все доводы стороны обвинения изложены в сослагательном наклонении и более касались соблюдения прав ценового подсудимого Пивоварова. Но ему беднее, как он хочет реализовывать свои права, он полностью доверяет мне в защите его интересов при рассмотрении уголовного дела. Поэтому, Ваша честь, прошу благотворительства рассмотреть уголовного дела в отсутствии Пивоварова. Еще один вопрос, точняющий. Ничего не сказано о том, что причина, по которой он просит вырослая дела в отсутствии – нежелание, невозможность явки. Ваша честь, поскольку соответствующая статья уголовного пациентного кодекса не рассматривает необходимость указания причин, мой клиент не пожелал обуславливаться отвода за такими-либо причинами. Ну, я хочу от вас услышать. Ничего сказать про это. То есть, он меня не ставил в курс причин, по которым он не желает. У него есть такое право, как усмотренное законом, он хочет его реализовать. Без указания причин. Понятная позиция ваша. Присаживайтесь. Ваша честь, можно еще? Конечно. Ну, просто я хочу сказать, что Пивоварф Иванович в очередной раз нам показывает, что он не хочет нести ответственность за совершенные преступления. И, ну, я уже с вами прошла заседание мирового суда, апелляционного суда, касационного суда, и мы опять возвращаемся к новому рассмотрению уже здесь сегодня. Ну, то есть, Пивоварф в очередной раз нам всем показал, что он не собирается нести ответственность за совершенные преступления. Что еще я хочу сказать, что я возражаю. Да, да, послушайте. Ну, еще бы процент должен дополнить. Действительно, поскольку неизвестно также даже причина, к которому Пивоварф не хочет участвовать в судебном заседании. Ведь может быть, что его не отпускает работодатель. Может быть, дело работает там, неизвестно так же. Может быть, не отпускает его в судебный процесс какой-то являться естественным нарушением прав. И впоследствии мы не заинтересованы, конечно, если мы рассчитываем на то, что будет правосудное судебное решение, не заинтересованы. Потому что по формальным каким-то основаниям оно впоследствии отменялся. Вот, допустим, что он не смог явиться, там, ему не открутил работодатель. Либо что он заболел, там, каким-то заболеванием, он также не может явиться. Вот, поэтому я все-таки прошел отказать от управления и соединения. Хочу сказать, что это ходатайство мой клиент готовил в моем присутствии. Я при подготовке этого ходатайства выяснял, имеются ли у него какие-то препятствия для участия в судебном заседании, таких, как заболевания, там, невозможности и тому подобное. Таких оснований, препятствующих, им названо не было. Кроме того, в общем, есть доводы частного обвинителя о том, что Певоров не хочет нести ответственности, критики не удерживают. Потому что нести ответственность – это исполнять приговор суда, а не присутствовать в задании заседания. Поэтому прошу его удовлетворить ходатайства. Есть еще ко мне что-то дополнить, да? Нет. Мировой судья постановил отложить судебное разбирательство в связи с неявкой подсудимого Пивоварова. Обоснование следующее. Учитывая положение части 4 статьи 247 Уголовно-профессионального кодекса и разъяснений, содержащихся в пункте 7, постановление пленного Верховного суда, говорящего о том, что необходимо выяснить причины, по которым он не желает, и подсудимый не желает участвовать в рассмотрении дела, а также учитывая, что в данном ходатайстве не усматривается о том, намерен ли он в будущем давать показания или отказаться от дачи показаний, что является безусловным правом. Поэтому удовлетворение данного ходатайства в том виде, в котором оно изложено в представленном виде – отказать. То есть чем судебное состояние отложить? Наверное, я не совсем удивлена, что он не появился. Потому что человек не хочет нести ответственность за совершенное преступление. Поэтому сегодня он нам показал всем свое неуважение. И к суду в том числе, на мой взгляд. Воспользуешься правом не явиться на суд. Учитывая, что я уже прошла три судебных инстанции, и сегодня у нас вновь рассмотрение в мировом суде, я все-таки рассчитываю, что наконец-то справедливость восторжествует. Ну, вообще, такое ходатайство по закону может быть заявлено подсудимым по преступлению небольшой и средней тяжести. Данное обвинение относится к категории преступления небольшой тяжести. И, соответственно, он решил таким правом воспользоваться. Но, тем не менее, мы возражаем, естественно, против рассмотрения дела в отсутствии Пивоварова. Судья занял такую промежуточную позицию. Он и ходатайство вроде как не удовлетворил. И в вашу сторону, в сторону вашего доверителя, он не встал. А на следующем заседании, как я понимаю, Пивоварова тоже не будет. Будет какая-то бумажка от него. Вы все равно будете настаивать, чтобы он пришел в суд? Ну, естественно, мы свою позицию в данном вопросе не изменим. Конечно же, мы будем также настаивать. Потому что мы считаем, что необходимо для соблюдения наших прав, чтобы нам была предоставлена возможность задать ему вопросы. Даже если на него есть право отказаться от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции, но вполне возможно, что, услышав вопрос, который задаст ему Хрустова, он пожелает на него ответить. То есть такое также исключать нельзя. И, возможно, его ответ будет иметь существенное значение по данному уголовному делу для восстановления всех обстоятельств по делу. Ну, я думаю, что человек тянет время. Потому что, видимо, есть опасения, что судебный приговор может быть справедливым. И те ошибки, на которые указала Кассационная инстанция, они далеко не в пользу обвиняемого. И поэтому, думаю, он опасается просто затягивать процесс и оттягивать время. И так далее. И так далее.